приветствую всех на своем канале сегодня мы с вами сделаем расклад про автоматизмы либо иначе говоря привычки мы все сотканы мы все живем в основном своем на автоматизмах да и очень мало времени действительно уделяем осознанию то есть осознанию и пониманию того что с нами происходит в течение дня то есть как правило на вся наша жизнь она соткана из так называемых ритуалов то есть это утренний ритуал там пробуждение там ритуал например обеда ужина прогулок общения просматривание интернета и так далее так далее то есть можно назвать любыми словами либо ритуалами либо привычками либо автоматизмами как я назвала но в принципе вся наша жизнь она состоит из таких моментов и очень мало мало времени мы уделяем действительно осознанию то есть понимание того что с нами происходит что мы сейчас делаем вот и сегодня я хочу выделить из-за вот этого всего ритуала важных дел наверное самые ваши любимые да ну свое время сейчас я стал очень мало пить кофе а мой самый любимый ритуал было это вот сесть и насладиться чашечкой греческого кофе у кого-то может быть из на просмотр утренней переписки либо еще что-то вот попробую сегодня посмотреть да что мне подскажут карты выбирайте позиции 1 2 3 голубенький красненькие зелененький камешек поставлю так побольше чтобы не фонила кому-то до чтобы проще было выбрать позиции а там кода есть в описании под любым моим раскладом вот но если вы готовы то давайте мы с вами сегодня приступим и так откладываем позиция номер один голубенький камешек и мы с вами смотрим единички ваши привычки до самые любимые не просто по какие-то а именно самые любимые привычки что вам нравится больше всего делать восьмерка кубков интересно такая привычка до уходить уходить вот в принципе аркан говорит о том что мы оставляем то что мы любим и идем дальше но здесь почему-то у меня такое ощущение знаете уходить когда я как-то не могу не могу повлиять на ту или иную ситуацию то есть проще я выбираю уйти например это какая-то беседа и в этой беседе но мне сложно донести свою точку зрения чтобы не конфликтовать чтобы никого не переубеждать я выбираю уход да ну давайте уточним о каком все таки уходе здесь ведь речь идет данного тройка мечей как раз и говорит о том что вы любите уходить от тех ситуаций которые вам причиняют боль это не обязательно конфликт но я бы сказала что здесь такая знаете привычка избегать то есть не решать какую-то задачу а именно избегать например это не обязательно конфликт это может быть какая-то сложная задача в социуме который вам нужно решить и вы предпочитаете переложить эту ответственность на кого-то другого да то есть не не совершает если можно попросить кого-то чтобы за вас что-то сделали вот а не делали вы здесь поймите меня правильно здесь речи не идет о лени а здесь речь идет о том что это действительно ситуация каким-то образом вас может ранить например вам сложно слышать отрицание либо какой-то отказ вот вы предполагаете что вам нужно пойти в какую-то социальную службу вот и вашей главе уже на основе прошлого опыта складывается такой сценарий что с первого раза у меня возможно не получится и не могут отказать либо могут сказать что вот сейчас не получается потому что вам не хватает какого-то документа вот идите его принесите потом мы решим вашу задачу то есть вот это вот канитель до когда с первого раза не получается и вот вы вынуждены услышать нет любой момент когда вы слышите нет он возможно причиняет вам боль в плане того что вы берете это на личный счет а то есть такое ощущение что вот это вот именно вам отказывает то есть не потому что допустим у вас не хватает какого-то документа вы просто ситуация такая то есть ничего личного вот вы воспринимаете это возможно на личный счет то есть вам как будто бы отказали то есть вот когда я говорю вам имеется ввиду айга да то есть ваша эго ущемили вот поэтому здесь ваша любимая так скажем привычка это действительно привычка почему потому что нету именно осознание того что происходит то есть вы как будто бы на автомате знаете вот славливаете вот эту в атмосфере возможно какой-то напряженности вы понимаете что что-то будет и в своей голове склоняете вероятность ситуации развития к тому что она развернется вот как-то в негативном ключе то то есть вам откажут либо там не знаю вас не поймут вас не примут вас не оценят и вот прежде чем вам сделают в кавычках больно а в данном случае не вам конкретно именно вашему эго да и она будет очень блин а вы уходите такое может быть очень сильно проскальзывать межличностных отношениях да когда возможно происходит просто недопонимание с каким-то человеком и вы выбираете уход не сесть решить какую-то задачу да а уйти почему потому что вот эта вот вся ситуация прояснения она вам дается очень сложно не всегда здесь речь идет о том что вы не можете договориться до что у вас нету навыка коммуникации а здесь может быть вот это вот какая-то обстановка атмосфера она слишком разреженная и либо напряженная и вам от этого становится дискомфортно а здесь идет такое что здесь побег до побег избегание вот это вот вообще наверное самый частый такой скажем сценарий автоматизм вашей жизни вы можете это проанализировать и посмотреть то есть когда была какая-то сложная ситуация какую модель поведения вы выбирали для себя причем знаете если это касается личных отношений как правило то есть даже те люди которые которым вы были привязаны и которых вы любите потому что восьмерка кубков она говорит о том что мы оставляем то что то чем мы дорожим то что мы ценим что мы любим и мы идем дальше велика вероятность что из отношений уходите вы первым либо 1 до опять-таки знаете как не то чтобы чтобы меня не бросили лучше я первый или первое уйду а здесь вот не знаю здесь в общем избегание идет избегание почему потому что вы боитесь более и вот здесь вот такой знаете парадокс у меня идет вы человек у которого высокий порог болевой то есть вы физическую боль очень сильно можете терпеть но при этом как будто бы избегаете душевные боли но тем самым вы ее в себе и вызываете то есть боясь того что мне сделают больно я сам лучше уйду да и при этом вот этот вот уход он будет сопровождаться болью намного больше чем если бы вы остались то есть вот здесь какой-то такой я избегание более в том числе и и и одновременно я вот этим избеганием сам себе приношу какую-то боль как какой-то вот неприятный такой осадок на душе хорошо какие еще здесь у вас есть привычки так я так понимаю что первая привычка была не очень приятная вторая привычка более приятная она связана либо седьмой семьей либо десятка пентаклей здесь может касаться ваших ценностей да но скорее всего я склоняюсь что это речь идет о семье о семье и финансами связаны с ней то есть двойка кубков 2 аркан как раз ки говорит о том что вот вам у вас привычка как-то баловать баловать всех людей которых вы очень любите да то есть внутри здесь с одной стороны я оставляю своих людей которые действительно люблю и ценю и иду дальше в избежание какой-то вот боли а с другой стороны вы любите их баловать да причем делать все очень даже дорогие подарки вот показывать что этот человек либо эти люди которыми вы дорожите да вы их вот как будто бы превозносите ваша привычка как-то возможно мечтать да мечтать о каком-то союзе счастливым тоже может говорить про это да фантазировать а а семейные такой богатой успешной жизни то есть вот вторая привычка на такая достаточно приятная она связана с любовью с ценностями и как-то вот с какой-то семейностью да ну-ка я уточню о чем здесь речь вселенная да вот знаете здесь такое ощущение что когда вы дарите подарки людям которых вы действительно цените и уважаете это придает вам как-то вот вас наполняет на вы ощущаете внутри себя вот этот вот бесконечный источник изобилия а ну если говорить прям вот земными словами то это вот прям приносит вам огромные радости ну вот хочется сказать что вот вы любите баловать почему любите баловать прямо это связано как-то с вашим прошлом лет здесь идет напоминание о вашем детстве каким-то образом то есть вы как будто бы через этот процесс хотите излечить еще раз стройка мечей выходит на повторе как-то избавиться от своего разбитого сердца я могу предположить что когда вы дарите подарки то есть здесь идет людей к людям которые вы цените как будто бы идет ваша проекция на других людей и через них вы как будто бы дарите самому себе вот эту вот радость то есть представляете себя на месте того человека который получает подарок и вас как внутри вас покрывается вот эта вот потребность какого-то внимания на то есть разбитого сердца то есть какой-то детскости видимо в детстве не знаю не получали подарки не получали внимание что-то такое вот какой-то недостаток и вот этот вот дефицит вы сейчас компенсируется через то что вы проявляете заботу вы проявляете любовь вы проявляете внимание и чаще всего это выражается через материальный какой-то аспекта через что-то такое ощутимое и достаточно дорогое то есть это вот не какие-то мелочи а вот именно действительно что-то такое весомое что-то важное ценное значимое вот такие были ваши любимые автоматизмы привычки на мы посмотрели две по крайней мере так карты показали сейчас взяла двойку кубка вот так идем дальше позиция номер два двоечки приветствую вас давайте посмотрим ваши автоматизмы что нам покажут ваши любимые привычки такие они семерка пендакли и аркан стойкости ваши любимые привычки они связаны знаете с каким-то ожиданием да но здесь я могу сказать какое некое такое представление что вот я что-то чего-то там жду о чем-то вот мечтаю и потом это вот как-то случается но это случается знаете не просто как подарок а здесь такое ощущение что вот как-то в своей голове вы для достижения желаемого как-то вот преодолеваете что-то да то есть здесь ваша любимая привычка я почему говорю в голове потому что я не вижу чтобы это было как-то в действии вот это вот то ли как как мечта что ли как что-то такое больше с представлением не идет как будто бы вы преодолеваете все сложности и становитесь победителем знаете вот как своего рода супермен менли либо суперум то есть человек который преодолел какие-то трудности сложности да только эти трудности сложности они связаны вот узнаете с каким-то ожиданием там я не знаю красная девица сидит у окна и она ждет своего принца да и вот много-много лет прошло и вот он наконец таки все-таки пришел и появился то есть есть у вас такая привычка ожидать чего-то хорошего да и при этом вот на пути к этому хорошему она не просто так приходит она приходит через какое-то преодолевание себя и в конечном итоге да вот вы как будто бы себя каким-то образом хвалите что вот я молодец на у меня это получается для кого-то есть здесь привычка преодолевать свое бездействие да то есть здесь такой момент тоже может быть вот долгое время я о чем-то что-то не делаю до либо наоборот у меня что-то не получается а потом наступает момент как будто бы я ухожу здесь понимаете с не то чтобы вопрос лень и здесь не пролей а здесь вот такое вот бездействие как будто бы я пока не хочу да то есть я не вижу в этом смысл зачем мне пока делать а потом вдруг что-то случается да и у вас появляется желание вас появляется некая такая активность то есть вы преодолеваете то что вы ранее например не делали либо бездействовали по каким-то причинам то есть вот что-то случается и вот это вот преодолевание это внутреннее ваше состояние возможно есть какие-то страхи возможно есть какие-то сомнения возможно какие-то вот я не знаю можно сказать пагубные привычки да и вот вы что-то преодолели и вот это вот вам очень очень нравится но как правило да я здесь ощущаю что это больше вот как-то в мечтах своих фантазиях что вы себя представляете таким человеком то здесь как будто бы идет ощущение компенсации некой того что вы не можете в реальной жизни сделать и вы это представляете да в своей голове то есть вот это вот вытесненное желание оно должно реализоваться как будто бы она не получается реализоваться физическом плане ну либо не всегда вот и вы это реализовываете в своей голове через фантазии представления то есть вы очень любите мечтать об этом еще какая привычка привычка до королева пендакли и императрица особенно если это касается женщин ну хотя допустим давать с мужчина если вы мужчина то вы любите представлять рядом с собой такую женщину ухоженную земную очень заботливое прям такой знаете очень яркую с другой стороны на которую все обращают внимание да какая-то такая статная важная женщина рядом с вами и вы ощущаете гордость за 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 то что с вами рядом вот есть такая женщина на меня либо что получилось как-то не знаю вступить в отношения до либо в брак то здесь вот какая-то гордость именно за такую женщину если меня смотрят женщины да то здесь привычка какая здесь может быть привычка ухаживать за собой это не обязательно покупать что-то такое дорогое да но вот некая такая ухоженность она присутствует причем она может присутствовать в каких-то деталях то есть например это не обязательно пойти сделать маникюр а вот кому-то из вас например очень нравится ухаживать за своими волосами да то есть вы не знаю можете по несколько часов сидеть причесываться до либо там наносите какие-то маски возможно вам нравятся длинные волосы вы их отращиваете вот за ними как-то ухаживать то есть здесь какая-то такая конкретная часть вашего тела который вы уделяете внимание возможно у кого-то есть такое знаете вот не знаю любовь к белому цвету и вот вы например покупаете себе одежду только белого цвета то здесь есть какая-то деталь который вы преданы то здесь есть какая-то привычка не совсем ее могу ловить вот но она как будто бы касается вот бытовой вашей жизни а то есть не чего-то такого ментально а ментального а вот именно какой-то вот бытовой ритуал прям и вам это нравится не знаю кому-то например вот возвращаетесь да и кладете открываете дверь ключом и кладете ключи и куда-то там не знаю возле входной на какую-то тумбочку и вот не знаю вешаете пальто что то такое да что одеваете сверху вот и рядышком садитесь и снимаете обувь причем это вот как холл как коридор и что-то такое и вот вот этот вот процесс он вам нравится то есть здесь у каждого может быть что-то свое вот какая-то деталь причем вы ей как-то преданной может быть у кого-то есть какая-то любимая брошь да вот брошь или либо какая-то прикол к для волос вот вы придаете какую-то значимость вот по какой-то причине вам значит то есть здесь ваша любимая привычка она связана вот с какой-то преданностью да не могу понять чему либо кому вы преданы но вот для вас это имеет значение хочется сказать знаете как какой-то талисман что ли как какой-то брелок и вот вы возможно без него не идете не выходите из дома до либо как-то это связано с дорогой может быть в машине есть что-то такое если у вас есть машина что-то висит что вам приносит вот какую-то удачу здесь про это это прям точечно для кого-то показали ну а так принципе вы любите вот ухаживать за собой может быть кто-то показывает знаете люди а скорее всего женщины которые любят смотреть в зеркало не тогда когда вы краситесь а вот просто вам нравится смотреть на свое отражение здесь не идет любование а не знаю может быть даже когда по улице идете смотрите на свое отражение витриных магазина либо вот в окне как-то либо в двери как-то балкон и вот почему-то мне идет что вы здесь даже еще расскажу не любование вот так знаете просто идете смотрите да там а такая фигура или еще что-то почему-то показывает что вы оглядываетесь на это идете дальше ну вот любите смотреть зеркало такое знаете прям ощущение что вот как-то руки положили да вот так вот как-то голову подбородок склонили к рукам так смотрите куда-то свое отражение либо зеркало какое-то такое интересная такая позиция так это у меня были двоечки не хочу делать сегодня большой расклад так и мы смотрим позицию номер 3 зелененький камешек троечки давайте посмотрим вас на ваши любимые привычки либо автоматизма удастся ли мне посмотреть повешенной что не так с этим повешенным ну здесь негативная также как первая позиция дам показали негативные позитивные здесь я могу сказать что это негативное с каким-то оттенком позитива привычка выпал аркан повешенного и пятерка пиндакли вот вам как будто бы нравится зависать в каких-то кризисных ситуациях и очень долго не то чтобы копаться а как-то вот рассматривать эту ситуацию не решать ее а рассматривать со всех сторон здесь как знаете как никак калейдоскопа мне вот показывает какой-то стеклянный такой шар как хрустальный он граненый со всех сторон вот как у хрусталя были вот эти вот грани и вот этот вот шаром как будто бы идет отражение света и вот вы его рассматриваете со всех сторон вот здесь вот касательно какой-то кризисные ситуации вот вам нравится зависать в этой ситуации в каких-то кризис и и рассматривать ее под разным углом почему вот вы как будто бы знаете ищите какие-то тайны вот возможно в какие-то ситуации что еще я здесь не вижу либо что я должен понять такое ощущение как будто бы вы заглядываете за ширму то есть то что не видно то что иногда например какой-то текст да вот любите читать между строк либо какой-то искать какой-то подтекст но это вот не в обыденной жизни а именно в какой-то каких-то кризисных ситуациях вот вы как будто бы через них учитесь верховная жрица говорит что вы познаете какую-то тайну может быть себя тоже познаете через такие кризисные моменты но одним словом когда наступают сложности вашей жизни да вы не торопитесь из не торопитесь из них выйти а наоборот какое-то время зависаете вот вы любите смотреть под каким-то другим углом по другим ракурсом мне идет такое ощущение что знаете вот возможно где-то пожар да и люди начинают как-то суетиться бегать как-то я не знаю искать ведра с водой чтобы его потушить там землей закапывать ну вот что-то совершать какие-то действия а вот вы как будто бы смотрите на эту ситуацию да и думаете интересно а кто поджог с какой целью а что за этим скрывается то есть вместо того чтобы что-то делать вы как будто бы не то что начинаете размышлять а вы вот смотрите как-то с позиции с третьей позиции да то есть никак вовлеченный человек а как как будто бы в позиции над всей этой ситуации что происходит как вот вот вам это нравится почему интересно здесь идут какие-то разочарования разрушения потому что вот вы как будто бы в этих огорчений да здесь такое чувство что-то вам очень нравится что-то разрушать потому что вот как будто бы избавляясь от чего-то разрушая что-то да у вас идет какой-то какое-то очищение и вы потом заново можете что-то построить либо вы через эти какие-то ситуации вы по восьмерке педакли становитесь как-то есть на мастер своего дела до оттачиваете как-то свое мастерство а то есть вы становитесь профессионалом не знаю может быть это касается действительно ваши профессиональные сферы да когда люди к вам приходят с какими-то сложными ситуациями кризисными да и вот вы как там может быть помогаете людям и вот в этом есть какой-то вот я не знаю ваш дар что ли может быть какой-то мистический процесс то есть вы через это что-то познаете не знаю может быть эта ситуация даже касается других людей они находятся в кризисе а вот вы глядя на них да делайте какие-то выводы для себя этим самым растете то есть через разрушение вы как-то вот становитесь лучше более опытнее это как знаете как говорят что кризис это самое хорошее время до для того чтобы там вырастить или наоборот построить свой бизнес что-то сделать потому что идет очищение да и появляются новые возможности вот кризис для вас это действительно какие-то новые возможности и вы любите этим заниматься вы любите зависать в эти кризисы это знаете как например если бы вы были маленьким ребенком и вам дали кубики дали бы какой-то конструктор именно играть вам нравится больше не то чтобы строить а вот разрушать да вот есть не знаю люди которые получают удовольствие представляете пазл например в тысячу куга этих кусочков там любовь 2000 да и вот он собранный и есть люди которым нравится смотреть да на свой труд что вот я собрала я молодец а вот вам как будто бы нравится как тут так вот подбросить дай чтобы это все разрушил вот вот это вот как-то будоражит вас вот сам процесс разрушения он вас будоражит потому что вот есть что-то такое в этом как-то как облегчение что ли очищение какое-то не знаю вот хочется сказать что вы как некий такой разрушитель да вам это нравится вам это нравится в этом есть что-то хорошее понимаете это не то что там я не знаю есть пара например мужчина женщина да и вы становитесь например третьим участником этого треугольника и разрушаете семью вам это нос приносит удовольствие нет здесь не про это а здесь вот именно как-то через трудную какую-то ситуацию может быть даже со здоровьем да например кто-то болеет и вот вы делаете какие-то определенные выводы что как хорошо быть здоровым человеком да и как-то через болезнь другого вы понимаете например как устроен организм до человека либо как надо правильно питаться либо что поможет как-то оздоровиться молодиться то есть вот через трудность через проблему либо вашу либо другого человека вы находите какой-то вот какое-то решение вы становитесь лучше здесь как-то так это одна ваша привычка давайте посмотрим если еще какие-то привычки у вас здесь как будто бы знаете вы мечтаете либо фантазируете о том что вы победите да то есть здесь это может быть разные какие-то моменты либо вы являетесь победителем самого себя то есть победили какие-то привычки там не знаю например ложились поздно спать до были с собой и вот вдруг поняли либо где-то услышали что надо ложиться там не знаю в девять вечера да потому что там какое-то определенное время вырабатывается гормон роста и он вам необходим вот иван допустим некоторое время было очень сложно ложиться рано спать но вы как-то справились с этим и вот вы чувствуете себя победителем еще у вас есть прыщка когда вы чувствуете вам нравится когда вы побеждаете свои сомнения на когда вы наконец-таки решаетесь на что-то когда вы приходите какому-то внутреннему примирению самим собой в данном случае то есть вы либо об этом мечтаете это ваша самая любимая привычка то есть знаете когда у детей спрашивали да как как каким бы героем ты был да кто-то говорит там я не знаю спайдерменом кто-то говорит там я не знаю батман а вот вы какой-то знаете супермен который побеждает какого-то там я не знаю плохого персонажа плохого героя то есть вот вам нравится ощущать вот эту вот внутреннюю силу да скорее всего власть поэтому здесь прям вы это можете не ощущать сейчас я вам говорю вам это может казаться немножечко странным вот если вы прислушиваетесь к себе да и словите этот момент когда вы действительно были победителем вы как будто внутри себя вот за этой победой скрывается власть скрывается какая-то сила то есть победите это тот которого не знает топа масса общества до возвышает возвышает и значит как следствие он имеет какую-то власть управлять на то есть власть над кем-то и вот это вот как будто бы ваша самая любимая привычка не то что вы стремитесь к этой власти а здесь она понимаете она так очень тонко-тонко и и можете не ощущать но если вы проанализируете до свою жизнь вот эти вот моменты вы почувствуете какое-то удовлетворение от того что у меня есть эта власть не то что вы к ней стремитесь но вот здесь вот знаете причем власть над самим собой может быть власть над своими привычками может быть власть над своими инстинктами да то есть идет какое-то удовлетворение от того что у меня получилось знаете прям иногда это разливается внутри вас каким-то таким теплым приятными ощущениями вот прям как волны накатываю дал как может быть мурашки по кое-что я молодец вот это вот внутренние да вот про эту власть я говорю это не то что у кого-то там поработить либо погонит это вот внутренние да я победил у меня это получилось вот здесь вот это вот очень часто об этом как будто вы мечтаете две семерки выпадает на говорит о том что вы как будто бы отстаиваете что-то каким-то хитрым путем здесь может быть у вас знаете есть такое как желание как будто бы вы научились чему-то не знаю может быть каким-то способностям до мистическим способом то есть не прикладывая к этому вот прям много каких-то ресурсов то есть это вот как-то знаете как взмахом волшебной палочки так она взмахнула и у вас открылся какой-то дар да у вас открылась какая-то очень ценная важная способность на либо какой-то шанс либо вот вы научились чему-то очень быстро и у вас открылись горизонты то есть вот здесь такое тоже есть вот у меня ощущение людей у которых есть огромный потенциал но от не реализованы поэтому вот в ваших привычках проскальзывает вот этот вот момент того что я как будто бы это могу да у меня это получается неважно через представление через что-либо я я как-то реализовал себя вот вот это вот привычка да и она у вас проскальзывает интересное на здесь такой момент и вышел ладно это у меня была третья позиция для вас как я обещала до сделаю короткий расклад благодарю вас всех за внимание за ваши комментарии что у вас на следующем раскладе прощаюсь с вами всем пока пока